Приветствую вас! Я бы не назвал ваш вопрос таким, подходящим для формата ответ вопроса, да, то есть, как бы вот нельзя просто всячески сказать, как развиваться, при этом не смотреть на других людей. Просто потому, что если бы можно было ограничиться одними словами, то вы бы, ну, скорее всего, так бы и сделали. А раз вы так не делаете, значит, вам что-то мешает. И если вам что-то мешает, то это не уйдет вот так вот после одного ответа на вопрос, к сожалению. Даже если это будет ответ какой-то такой хороший, там, интересный и так далее. Значит, в первую очередь, что вам нужно сделать? Для того, чтобы развиваться, необходимо понимать, что вам интересно. То есть, для начала необходимо прислушаться к себе и отдавать отчет в том, что вам интересно, что вам нравится, что вас устраивает, что вас привлекает, что вызывает, условно говоря, живой интерес и так далее. Для этого необходимо пребывать в уединении и, собственно говоря, отдавать себе отчет в том, что вы делаете, в том, как вы делаете и так далее. То есть, условно говоря, речь идет о правильной постановке целей, о правильной постановке задач, о хорошей, я бы сказал, о правильной даже, о правильном анализе ваших средств, средств, которые вы используете для достижения ваших целей, для выполнения ваших задач, и, собственно говоря, вот именно в этом аспекте вам и нужно двигаться. То есть, речь здесь идет именно о том, что и как вам нравится, что и как вас привлекает. Также необходима мотивация для того, чтобы делать те вещи, для того, чтобы идти к тем задачам, которые вас устраивает. Чтобы была мотивация, необходимо придать как можно больше смыслов тому, что вы делаете. Чем больше будет смыслов того, что вы делаете, тем больше вероятность, что вы не будете обращать внимание на других людей, просто потому что это не имеет смысла, ведь у каждого из них будут свои какие-то мотивационные сферы для достижения тех или иных задач. Уже понятное дело, уже понятное дело в своих задачах. Теперь дальше, по поводу того, как сделать так, чтобы не обращать внимание на других людей, да, чтобы не смотреть на других людей и так далее. Здесь важно понять, что, во-первых, общество само по себе диктует человеку такое поведение, которое бы максимально полно отвечало бы тому, что именно самому обществу важно и нужно. Условно говоря, общество, как любое образование человеческое, имеет инстинкт самосохранения и инстинкт к воспроизведению самого себя. И для общества важно, чтобы люди совершали определенные поступки и определенные действия. И все с вами понять, что, к сожалению, далеко не всегда все те интересы, которые диктует общество, полезны для самого человека. Иногда и часто бывает, к сожалению, так, что то, что нужно обществу, не нужно самому человеку. И вы сможете отделять одно от другого, если будете расти личностно. А личностный рост, это, как я уже сказал, понимание того, кем вы хотите быть, то есть представление себя идеальной, уединение для анализа своих желаний, доверие своим желаниям, то есть отсутствие сомнений в них и устранение, соответственно, блоков, которые мешают вам доверять вашим желаниям. Соответственно, те блоки, которые мешают вам доверять собственным желаниям, образуют неуверенность в себе, которая мешает вам действовать так, как вы того хотите, без оглядки на других людей. Что касается самих людей, то они всегда показывают то, что лежит на поверхности. То есть вам нужно понимать, что если вы смотрите, например, на кого-то и видите вроде как счастливых людей, у которых, кажется, есть вообще совершенно все, что нужно, например, то это лишь только вершина айсберга, потому что по большому счету всегда есть подводные камни. Классический пример этой ситуации загружается в том, что идет, например, пара по улице, ну, обычная пара, да, семейная пара, молодой мужчина и девушка, соответственно, маленький ребенок в коляске. Они гуляют по парку, кажется, что у них все хорошо, но мы не знаем, что будет, когда, например, они зайдут куда-нибудь в уединенное место. Может быть, они будут ссориться, может быть, у них будет что-то еще. То есть мы этого не знаем, и вы этого не знаете, и не узнаете, пока не знакомитесь с этими людьми поближе. И каждый раз, когда вы будете знакомиться с кем-то поближе, вы будете понимать, что не так уж все идеально. Что не бывает такого, чтобы все всегда было идеально. К счастью или к сожалению, это не важно. Не бывает. А значит, у сверху есть свои проблемы. И вам надо понимать, что абсолютно у каждого есть свои проблемы. И не вести на то, что находится на поверхности. Это, пожалуй, то, что я хотел вам сказать по поводу, наверное, самих людей. Пожалуй, еще не менее важно, это то, что вы говорите об нахождении своих слабых и сильных стажей. Условно, условно, это можно пройти тест. То есть есть тесты, которые позволяют определять ваши слабые и сильные стаж, стороны. Но есть также и другая сторона. Это то, что вы можете сделать. А именно, вы можете подумать, какие ваши действия приносят вам пользу. Что для вас есть это самое пользу. И вот на этом основывается как раз таки и определять то, что вы делаете на себе на пользу. То, что вы при этом используете. То, какие модели поведения для этого вам используются и являются вашими сильными сторонами. Ну, а когда и если вы делаете что-то себе во вред, то, простите, это уже означает, что вы поступаете руководством своими слабыми сторонами. Но руководство слабыми сторонами не означает обязательно, что это плохо. И что слабые стороны вам обязательно нужно, например, как-то регулировать, убирать и так далее. Нет, совсем нет. На самом деле, правильная ситуация заключается в том, что какие-то слабые стороны вы можете убрать, а какие-то нет. Потому что они являются оборотно-страновыми в ваших достоинствах. То есть того самого, что идет вам на пользу. И чтобы не навредить себе, лучше делать это вместе с психологом. Вместо с психологом разбирать, что приносит вам пользу, а что не приносит пользу. От чего можно избавиться, а от чего нет. И в каких градациях, в какой степени и так далее. Я думаю, что так можно ответить на ваш вопрос. И полагаю, что для полного, подробного разбора вашей ситуации, нужно будет все-таки с вами лично беседовать и лично разбирать те проблемы, которые у вас есть. Ну а пока все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.